Одно из зданий ВРКБ в Расторгуеве было построено еще в 60-х. С тех пор в нем ни разу не проводился капитальный ремонт до 2020-го. Тогда в здании обновили все коммуникации, отделку помещений, мебель, фасад и даже оборудование. Однако в январе этого года обнаружилась проблема – протекающая крыша. Второй и третий этаж пришлось временно закрыть из-за затопления. В мае здесь провели косметический ремонт и полностью возобновить работу удалось с 1 июня. Надо было понимать, что было до того и что нынче стало. Безусловно, конечно, тот ремонт, который привезен, это для нас большая находка, это большая помощь, это в силу, вообще, это просто огромный комфорт, потому что, как сказать, поменяли все оборудование практически, световые приборы. Теперь жители округа могут получать медицинскую помощь не только качественно, но и с комфортом. Третье хирургическое отделение ВРКБ рассчитано на круглосуточное пребывание 15 пациентов. Здесь проводят только плановые операции. Все врачи и медсестры, что трудятся в коллективе, высшей категории. За 20 лет работы медики провели около 13 тысяч операций. А в 2021 году отделению пришлось справляться с повышенной нагрузкой из-за пандемии. В 2021 году, несмотря что ковид был, мы сделали 705 операций, как детскому, так и взрослому населению. Но достаточно плотно мы работали, у нас было по 4-5 операций в день. Но дело в том, что у нас не было другого выбора, не было другого выхода. И мы практически больных обследовали, госпитализировали, уплотнялись и выполняли операцию. Автальмологическое отделение тоже возобновило работу с началом лета. Теперь жителям района продолжат восстанавливать и сохранять зрение при помощи высокотехнологичного оборудования. Здесь успешно оперируют и лечат даже катаракту и глаукому. Иногда в Расторгуевское офтальмологическое отделение направляют и жителей других регионов. И мы снова открылись, и снова готовы оказывать не только плановую помощь, как оказывали два года назад, но и экстренную помощь для своих пациентов. Поступают пациенты с неясным диагнозом или с подозрением на тот или иной диагноз, в частности на глаукому или на отслойку сетчатки в центральном отделе. Тогда мы такие пациенты берем на диагнозную стеку, и мы проводим исследования на оптическом конкретном томографе, который у нас имеется в отделении, и который позволяет выявить патологию на более ранних стадиях. В офтальмологическом отделении проводят как плановую диагностику зрения, так и сложные операции, в том числе с имплантами. Здесь есть возможность круглосуточного пребывания 25 человек. Как и в третьем хирургическом отделении, здесь обновили палаты еще во время капитального ремонта, чтобы жители округа лечились в максимально комфортных условиях.